Итак, еще раз доброе утро. Сейчас еще пока утро 12.50. Еще 10 минут до того, чтобы достал полдень. Afternoon. Я только что скупилась вот в этом магазинчике Fancy Fruit and Produce. Это овощной магазинчик недалеко от моего дома. Цены тут замечательные. Картошка 5 паундов стоит. Хорошая красная картошка стоит 1.99. В пабликсе это же будет стоить 3.99. Картошка такого же самого качества. То есть ничего, ничего, как бы, никакой разницы. Итак, этот магазинчик очень-очень популярный. Тут даже иногда трудно найти парковочку. Итак, мы с Сашей. Где моя Саша? Я ж... А, вон она едет. Итак, я что хотела... Ой-ой-ой, вот велосипедист едет, я должна ему дать. Тут вообще всем велосипедистам всегда нужно уступать дорогу, в любом случае. Тут велосипедист всегда имеет преимущество. Абсолютно всегда на любой трассе. Даже на той трассе, где он не имеет права вообще ездить. Итак, что я хотела рассказать. Я поделюсь опытом, как я заказывала билет через интернет. И вообще расскажу, как купить билет через интернет. Авиабилет. Его можно купить, кстати, и если вы в России или в Украине, этим сайтом можно пользоваться. Он проверенный, перепроверенный. Я хочу сказать, что лучший цен я пока не обнаружила. Я, конечно, мало летаю, но тем не менее. Вот 2006-2007 я летала домой, потом я летала... Ну, неважно, куда я летала. Я находила самые лучшие цены билетов. Вот именно Orbit.com. Я напишу здесь в этом видео. Так вот, ну я же как порядочная женщина думаю, я же могу сэкономить. А ну-ка, давай-ка я поищу подешевле. Открываю hotwire.com, там всякие-всякие сайты открывают, travelocity какие-то сайты открываю, чтобы сравнить цены. И там на одном из этих сайтов выскакивает такая табличка сравнить цены, там 8 или 7 этих разных компаний. Ну, я нажимаю, и она мне сразу начинает по всем этим компаниям выдавать билеты. А я себе думаю, если, коль я живу в Ялте, зачем мне лететь в Киев, если я могу полететь в Стамбул, в любимую мою Турцию, погулять в Стамбуле 2-3 дня, потом оттуда полететь на Симферополь. Вот он мой дом. Потом из Симферополя, когда закончится срок моего пребывания, я вернусь опять в Турцию, сяду на самолет и полечу сразу на Нью-Йорк. То есть я искала именно вот турецкие авиалинии. Раз нахожу турецкие авиалинии, все супер, замечательно, все. Билет стоит всего ничего. 1300 долларов всего лишь. Ой, как здорово, какая красота. Я ввожу свои данные, свою карточку, имя, фамилию. Все ввела, красавица такая, сижу, жду. Тут раз мне приходит письмо. Я напишу этот сайт, обязательно напишу этот сайт прямо здесь и под этим видео. Чтобы никто не совершил такой же ошибки, которую совершила я. Итак, я думаю, ой, как я хорошо, как я хорошо прям нашла такой рейс замечательный. Мне приходит письмо. Мы, значит, зарезервировать, это называется booked. We booked your flight. Но пока мы с тебя, деньги мы пока с твоей карточки не сняли, мы тебя пока не чарджили. И вот твой, значит, вот твой маршрут, по которому ты будешь лететь. Я открываю этот маршрут, смотрю. А там, оказывается, я лечу не Нью-Йорк, Стамбул, а я лечу Нью-Йорк, Москва в один аэропорт. На следующий день я должна ночевать в Москве, на следующий день я с другого аэропорта должна лететь на Симферополь. Ну, короче, такой дурдом. Я им пишу письмо, вы извините, но я заказывала билет через Турцию, а не через Москву. И я, вот честно, русским авиалиниям я не верю. Я никогда в жизни не сяду на самолет, ну, понятное дело, почему. Все меня понимают, не знаю, не знаю, это так глубоко во мне сидит, что я никогда этого не... То есть для меня сесть в российской авиалинии, это... Нет, никогда. Потом думаю, ну, что же делать, надо же, надо же как-то это все-таки... А там, потом читаю, еще читаю, возвращаюсь к этому письму, которое я от них получила. И там написано, если вы хотите канцелы, то есть отказаться от этого, значит, нажимаете сюда. Я нажимаю туда, а там такая целая форма. Начинаешь заполнять, там двинешься мозгами все эти рейсы, все это... Ой, что-то там случилось сзади у меня. Пожарные штаны. Короче говоря, я заполнила все эти формы, я... Это уже было ночью, я уже так устала, думаю, ну его нафиг. Нажимаю следующую кнопку, там написано, если вы хотите отказаться от вашего... Если вы отказываетесь от резервации, от резервейшн, мы будем чарджить вас 250 долларов за каждый билет. Такой... Такой разводняк! Просто я думаю, какие же... Ну, я, конечно, нажала, я, конечно, нажала, чтобы удалить этот билет, мало ли, кто его знает. А потом уже вроде как легла спать, думаю, нет, что-то мне не спится. Я звоню в свою, встаю ночью, звоню в свой банк и говорю, так и так хочу отказаться, хочу заблокировать свою карточку, потому что... Ну, мне спрашивают, почему, какая причина. Я рассказала, что заказала билет, но это, по всей видимости, фрауд. Фрауд это, ну, как бы, афера, афера, обман. Он говорит, вы хотите, вы должны прийти в банк и представить документы для инвестигейшн, для расследования, где я приду, я это сделаю. Ладно, дело не в этом. Дело не в этом. Он блокирует мне мою карту, тут же блокируется карта моего мужа. Он смотрит, я говорю, там не снялись меня? Он говорит, нет, не снялись меня. Я им пишу такое гневное письмо, что я вот вас там, это, ребята, я вас там, я поеду, я напишу, я обращусь к Катурнии Дженерал, это генеральный прокурор. Ну, короче говоря, я что хотела сказать, вот, если честно, да, меня, меня как бы хотели обмануть, но не получилось, но я хочу сказать, что вот, вот так вот люди зарабатывают деньги. В Америке очень-очень много, очень-очень много таких вот аферных всяких дел. Ну, ясное дело, почему? Потому что тут очень много богатых людей. Понятно, чем богаче люди, тем больше шанс заработать. Так вот, я расскажу, как работает эта система. Я когда врубилась, вот, я думаю, боже, это сказка, это, вот, честно, мне хочется поцеловать того, кто это придумал. Хотя, наверняка, эта схема уже старинная, как мир. Ну, как-то я не сталкивалась никогда с этим, первый раз столкнулась, и уже я, значит, я сейчас рассказываю, что... Итак, это, это фирмочка, этот веб-сайт, он не продает билеты, там билет вы никогда не купите. То есть он заманивает вот такими красивыми ценами, низкими, он заманивает лучшими авиалиниями, как бы так сказать. А потом вы туда вводите свое имя, оставляете все данные себе, плюс ваша карточка кредитная, и они отсылают вам письмо с совершенно другим маршрутом. Вот вы заказали себе совершенно другой маршрут. Ну, что делает человек, когда он получает, смотрит, что он заказал, и завтра у него снимут деньги, он получит этот билет. Естественно, он запаникует, так же, как запаниковала я. Естественно, он полез в интернет, чтобы канцелы, канцелы там, отказаться от этого билета. От этого, даже не от билета, а снять заказ. И снимая заказ, там четко, ясно написано, что ты ставишь птичку, что ты согласен, так, что в случае отказа себя снимут 250 долларов. И я хочу сказать, что тысячи, может быть, миллионы людей теряют по 250 долларов, потому что это я такая, что я сказала, самый дешевый рейс. Наверняка есть люди, которые, ну, и первый класс заказывают, там, еще какой-то класс заказывают, и, наверное, тратят на билет, там, и по 6, и по 5, и по 10 тысяч долларов, если не больше. Ну, хотя те, кто летает, у них, наверняка, давно уже, как бы, они напрямую через, напрямую просто идут на дельту или еще куда-то, и вопросов нет. Ну, ладно, дело не в этом. Дело в том, что сама изюминка, изюминка вот этого разводника мне так понравилась. То есть у тебя нет билетов, ты вообще билеты не продаешь. Ну, сайт так красиво сделан, все, так, билеты, там, так, 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 выскакивают, это, это. Ну, просто замечательно. Хотя, я так думаю, что даже если вдруг кто-то и купит этот билет, кто-то там и не обратит внимания, и купит этот билет, ему просто, тут же миллионы сайтов, ему просто пришлют такой же билет, то есть не поленятся, купят, потому что, как бы, а там же другой вопрос. Так что здесь, как в Америке, конечно, разводника очень много. Еще один разводняк с самого начала. Я как, мы когда только сюда с сыном приехали, ну, мы же, естественно, остались искать ему работу. И вот такое объявление в газете, причем газета официально выпускается, нет, это не государство, кто-то, короче говоря, кто-то выпускает газету бесплатную, найти работу, ну, и там публикуют все вот эти вот объявления. Ну, и там же пишется, что за объявление мы не несем ответственности, то есть там можно развести объявление все, кто угодно. И вот я читаю, пост-офис, работники, ну, почтовики, короче говоря, почтовики, там 20 долларов в час начало, там, тра-ля-ля, 3 рубля, звоните вот по такому-то телефону. Я звоню по этому телефону. Они мне говорят, да, работа есть, работы очень много, но для того, чтобы начать работать, нужно пройти обучающий курс. Но для того, чтобы, обучающий курс дома, вы должны купить на 200 там или на 300 долларов каких-то учебников, мы их вам вышли там буквально через два дня, вы проходите все это, потом сдаете экзамен у нас же, и мы вам даем сертификат о том, что вы можете работать на курсе. Я так почесалась, я и подумала, боже, какой развод, ребята, когда вам, когда вам вместо того, чтобы... Представить конкретную работу, вас подбивают на то, чтобы вы купили какие-то учебники, какие-то учебные пособия, какие-то... Это все так, это все такая фигня. И потом оказалось, что я была права, конечно, это был действительно разводняк, это была афера, это был фейк и все что угодно. Так что не попадайтесь. Ну, я, конечно, опять лезла, но зато, с другой стороны, я сделала для себя... Я, собственно, ничего не потеряла, ну, может быть, час времени я потеряла, немножко так побесилась, конечно, по это, а потом мне так смешно стало, думаю, боже, да тебе же просто, тебе просто боженька берет, открывает, говорит, вот, смотри, как люди зарабатывают деньги. Я, конечно, никогда такого не опущусь до обмана, но, тем не менее, как бы это не лишний знать. Это не лишний знать, и на будущее, конечно, нужно, если заказывать билеты, авиабилеты, то, конечно, нужно идти на тот сайт, которому вы доверяете. Все, все, мы уже приехали в Сэмсклаб, все, всех люблю, не попадайтесь на провокации, хотя, хотя, каждый из нас должен когда-то попасть на какую-то провокацию. Но если вдруг где-то вы и попали, ради бога, не переживайте, не дергайте, это того не стоит. Жизнь прекрасна и замечательна, и иногда надо быть обманутой даже, иногда даже это как-то... Ну, что делать? Все, до свидания, всех люблю, и будьте, конечно, осторожны, особенно с вашими родными, любимыми денежками. Все, пока-пока.